Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Партнер программы новости – магазин «Время подарков». Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа «Регион». В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Весна гуляниями красна. С сегодняшнего дня в России началась масленичная неделя. Анапчан ждет масса веселых мероприятий. Не менее 45 центнеров с гектара. Анапские аграрии делают все, чтобы выполнить задачу, поставленную губернатором Кубани. Бесплатная ярмарка. В день 8 марта посетители ярмарки привоза разбирали сельскохозяйственную продукцию бесплатно. Сегодня началась масленичная неделя. В православном мире ее называют «сырной седмицей». Всю неделю принято печь блины, устраивать народные гуляния и ходить друг к другу в гости. В Анапе традиционно в эти дни проходит множество мероприятий. А главное состоится воскресенье на театральной площади. Там пройдут народные гуляния, ярмарка и традиционное сжигание чучела масленицы в знак проводов зимы. На праздники можно будет отведать румяных блинов, травяного чая и меда. А затем у православных начнется Великий пост. Сегодня на городском планерном совещании говорили о проведении масленичной недели, контроле ценообразования и ходе весенних полевых работ. Подробнее об этом и не только в сюжете. В начале планерки заместители главы поставили задачи на предстоящие 7 дней. С сегодняшнего дня началась масленичная неделя. Людмила Гузенко ставит задачу провести все мероприятия на высоком уровне и подготовиться к главному, которое состоится в воскресенье. Татьяна Завезен сообщила, что на этой неделе делегация от Анапы отправляется на выставку Интермаркет в Москву. Также на территории курорта и в сельских округах продолжается мониторинг цен на социально значимые товары. Есть замечания главам сельских округов. Они недостаточно хорошо работают с местными предпринимателями, которые не хотят закупать хлеб по специальной низкой цене от Анапского хлебокомбината. Хоть это и не приносит сверхприбыли бизнесменам, зато необходимо жителям. Управление торговли продолжает эту работу и помогает магазинам с поставщиками, которые цены значительно меньше. Еще бы хотела обратиться к главам сельских округов сейчас. Вам направлялись письма. На прошлой планерке я отдавала вам поручение. Вам хлеб у производителя по ценам 16-17 рублей в ваших сельских округах не нужен. Не нужен. Вам не нужен. Нужен людям. О начале месячника противопожарной безопасности в образовательных учреждениях сообщил Алексей Харитонов и поставил задачу провести ряд мероприятий в этом направлении. А главам сельских округов продолжить работу по расчистке каналов, чтобы во время паводков не было печальных последствий. Весна – время пахать и сеять. И в Анапе весенние полевые работы уже идут полным ходом. Об этом доложил начальник управления сельского хозяйства Александр Колесников. После окончания сева озимых культур прошло чуть более трех месяцев. За это время на предприятиях была завершена подготовка почвообрабатывающей пассивной техники. В достаточном количестве приобретены минеральные удобрения. Доведены до пассивных кондиций семена для ярового сева. Озимые культуры урожая 2013 года расположены на площади 10,5 тысяч гектаров. Сейчас проводятся уходные работы на озимом клине. И к 15 марта подкормка озимых будет полностью завершена. Далее начнется обработка колоссовых культур гербицидами. Также в рамках весеннеполевых работ будет проведен и весенний сев сельскохозяйственных культур. Всего предстоит занять различными яровыми культурами более 9 тысяч гектаров. Также в настоящее время ведутся работы по обрезке виноградной лозы и плодовых деревьев. Проведена обрезка на полторы тысячи гектаров виноградников. Именно 55% всей площади. Обрезку плодоносящих насаждений планируется завершить 1 апреля. Молодых – 15 апреля. Уже сегодня полностью завершена обрезка виноградников ООО «Возрождение» ООО «Агрофирма Приморская» ЗАО «Плюда жизни». С значительным отставанием ведутся работы в ЗАО «Русская лоза», где имеется 57 гектаров виноградников ООО «Агрофирма Кавказ». В местности это точно 421 гектар виноградников. Завершилась планерка на приятной ноте. Золотым, серебряными и бронзовым дипломами от Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края были награждены авторские коллективы «АВС-проект» и проектно-строительная фирма «Эриэл» за разработку проектов жилых и курортно-рекреационных зданий. Ольга Родина, Роман Карпов. Анапа. Регион. Жители города-курорт 8 марта совмещали полезное с приятным. В честь Международного женского дня на Анапской ярмарке-привозе состоялась бесплатная сельскохозяйственная лотерея, билеты на участие в которой раздавались на входе всем желающим. Множество призов от анапских сельхозпроизводителей разыгрывалось к праздничному столу. Лотерея приняла участие и наша съемочная группа. Солнечный день, праздничные гуляния и отличное настроение у всех гостей. Такой праздник жителям организовали Управление сельского хозяйства и торговля администрации города. Международный женский день на Анапской ярмарке-привоз продуктовая лотерея предоставила анапчанам возможность выиграть свежие аппетитные призы, среди которых были продукты местных молочных и мясных комбинатов, а также сладости и, конечно, кубанские овощи и фрукты. Всего уже роздано у нас 350 билетов, которые будут участвовать в розыгрыше, а призами будут это 20 наборов сельскохозяйственных призов. На ярмарке подвели итоги конкурса, который был объявлен две недели назад, на лучшее поздравление с 8 марта. Я поздравляю милых дам. Анапчане присылали на электронный адрес свое поздравление. Самым оригинальным оказался Игорь Серов. За первое место он был награжден вкусными подарками. Впечатления, в принципе, невероятные. Не ожидал такого поворота событий, потому что первый раз участвую в таких мероприятиях. Стихотворение вообще предназначалось жене, хотелось сделать приятное. Ну, так как жена часто сидит в интернете, увидели на сайте объявление и вот... Решили попытать счастье. Решили попытать счастье, да, неплохо получилось. В этот день на ярмарке побывало более 300 человек. Идея администрации города-курорта спродуктовой лотереи в праздничные дни понравилась и полюбилась анапчанам уже давно. А это значит, что будут еще новые розыгрыши, которые принесут жителям еще больше впечатлений и подарков. Я участвовала в этой игре, это был первый раз. Было просто неожиданно и приятно получить такие подарки. Алина Гумерова, Андрей Стародубцев, Анапа. Регион. Не нужно лишний раз говорить о том, какое значение для женщины имеет стройность, грация, привлекательность и красота. Для тех, кто решил изменить жизнь в лучшую сторону в Анапе 8 марта в праздник весны и внимание к ее величеству женщине, был создан женский клуб-подиум. Теперь у всех анапчанок появилась возможность заботиться о своем здоровье, внешности и эмоциональном благополучии. Все подробности у Светланы Авиловой. Женский клуб-подиум создавался специально для женщин. Его устроители позаботились о том, чтобы весь спектр услуг соответствовал запросам очаровательной половины человечества. Возможность укрепить свое тело, обрести хорошую форму и приятно провести время. Тренажерный зал оборудован последними разработками в мире фитнес-индустрии. Упор сделан на зоны бедер, ягодиц, пресса и ног. Тренажеров здесь более 20. Занятия проходят на выбор. Можно заниматься самостоятельно или же проводить индивидуальные тренировки с инструктором. После напряженных тренировок придать телу и душе бодрость можно как в душе, так и в бассейне с гидромассажем. В отличие от русской бани, требующей хорошего здоровья, сауна переносится легче, а ее терапевтический эффект также велик. Кедровая фитобочка из настоящего алтайского кедра является хорошей процедурой для похудения. Забыть о депрессии, синдроме хронической усталости, избавиться от лишних килограммов и радоваться своему отражению в зеркале поможет спа-салон и услуги профессионального косметолога. А в этом кабинете прием ведет врач-дерматокосметолог. Его работа состоит в лечении заболеваний кожи, решении ее эстетических проблем, проведении консультаций и косметологических процедур. Кабинет полностью оснащен самыми современными разработками в области косметологии. Мы предлагаем как аппаратную косметологию, также это инъекционная косметология, и также мы работаем на косметике. Элитная косметика «Натура Бесе» – это испанская косметика. По поводу аппаратуры, допустим, очень хороший аппарат «Максимус». «Максимус» делает великолепную подтяжку лица, то есть лифтинг, результат до двух лет. У нас последнее поколение лазера «Дуэта». В этот лазер входят три вида лазера. Это микс-технология, то есть это «Александрик» плюс «Ниодин». В салоне красоты предлагается полный спектр парикмахерских услуг и ногтевого сервиса. Работа ведется с косметическими препаратами немецкой фирмы «Голд Вэл». Продукция на протяжении нескольких десятков лет зарекомендовала себя как символ высочайшего качества и надежности. К услугам тех, кому не с кем оставить ребенка на время занятий – игровая комната. С педагогом ваши дети отлично проведут время. А на пчанке уже в первый день работы клуба оценили его по достоинству. Придя сюда, однозначно можно на чем-то остановиться. Выбрать, что вы хотите. И интенсивные нагрузки, и мягкие нагрузки. И плюс есть зона релакса. Это тоже очень великолепно. Мне это очень порадовало. И очень мне все понравилось. Пребывание в женском клубе «Подиум» поможет сохранить здоровье, улучшить физическую форму, повысить жизненный тонус, обрести красоту и просто добавить положительных эмоций. Анапа, улица Крылова, 23, дробь 2. Телефон 55-9-80. Светлана Авелова, Роман Карпов, Анапа. Регион. Добровольные народные дружины, главные помощники охраны правопорядка, сотрудников полиции продолжают совместные ночные рейды по соблюдению краевого закона 15-39, больше известного как «Детский закон». Ежедневные ночные рейды стартуют по традиции от администрации. После инструктажа – постановки задач командира. Одним патрулированием ночного города деятельность добровольной народной дружины не ограничивается. Вместе с сотрудниками полиции они посещают семьи, стоящие на учете, проверяют чистоту в квартире, разнообразие продуктов в холодильнике, оценивают, в каких условиях находятся дети. В этом доме особый контроль за состоянием главы семейства, из-за которого, собственно, семья и попала под особый контроль полиции. За полгода прошли серьезные перемены. Отец алкоголем завязал, как говорится, вернулся в семью. Сейчас ищет более высокооплачиваемую работу. Также в этот вечер были выявлены пятеро подростков без родительского присмотра. Четверо из них 16 лет. Их просто отправили домой. А одного 12-летнего задержали до прихода отца, который приехал за сыном и забрал его, предварительно расписавшись в протоколе. Но кроме этого ему придется заплатить штраф в 500 рублей. Главная цель детского закона – не допустить, чтобы дети были без присмотра родителей, чтобы улица не стала их вторым домом. И новости спорта. В Анапе прошло первенство подзюдо среди спортсменов 1997-1999 годов рождения. Это отборочный этап спортсменов на летнюю спартакиаду учащихся России, которую пройдет в начале лета в Пензе. Традиционно костяк анапской команды формируется в основном из учеников детско-юношеской спортивной школы номер 4. В команду 2013 года вошли призеры всероссийской спартакиады 2012 года. Давние соперники Иван Терещенко и Руслан Аскеров среди девушек Ирина Бобкова, Анастасия Волкова, Мария Дорофеева. В этом году правила ужесточились. Ребятам предстоит доказать свое право войти в команду «Края» по личным зачетам и победам на каждом этапе. Но тренеры уверены, что дзюдоисты спортивной школы номер 4 покажут отличные результаты. Далее прогноз погоды на завтрашний день. В последний блок полезной информации от партнеров программы производственного предприятия «Меркурий-2» и магазина «Время подарков». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Во вторник 12 марта в Анапе сохранится пасмурная дождливая погода. Температура воздуха днем 9-11 градусов выше нуля, ночью до плюс 8. Ветер южный 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы – 7 градусов тепла. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир. Развитая инфраструктура. Близость к морю. Срок сдачи – 4 квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Подарки должны радовать и оставаться на память. Дарить чувство прекрасного и украшать нашу жизнь. Отражать внутренний мир и подчеркивать стиль. Времена меняются. Подарки остаются.